Девушки отдыхают Отлично, тогда возвращаемся в храм Да, а он пусть тут побудет Мы вернемся завтра, вдруг он станет разговорчивей Да, я решил продолжить проходить Assassin's Creed хронология Индию И это у нас поиски Я не помню, я читал их или нет 1841 год Амритстар Базар Тамплиеров Арбас узнает, что его наставник попал в плен Ассасину необходимо проникнуть в крепость, где обосновались Тамплиеры И освободить Хамида Пока не стало слишком поздно Хамиду придется иметь дело с майором Уэлмом Слимом И его первым помощником, капитаном Александром Бернсом Эти люди уверены, что Хамид обладает ценной информацией, которой Необходимо Тамплиером Для достижения собственной цели Окей, начнем с того, что я немножечко забыл вообще управление О, да База Анонимуса Нимуса Анонимуса Александр Бернс Капитан-сэр Александр Бернс Шотландский следователь Солдат Ост-Индийской компании И Тамплиер Родился в Монтрозе В 16 лет вступил в ряды армии 10 лет службы провел в Индии Затем занял географическим исследованием В своей первой экспедиции Он участвовал под предлогом Сопровождение ценного подарка От короля Вильгельма Четвертого Махараджи Раджуту Сингху Основателю и правителю Сихской империи Бернс продолжал свои Так, как листать мышкой Продолжал свои Исследования путешествий по Афганистану Узбекистану и Персии И написал книгу путешествия в Бухару Королевские географические общества Высоко ценили этот труд И приняли Бернса в свои ряды Прибыв в Индию Снова Бернс стал активно участвовать в политической жизни Он встречался с Генри Слиманом Который принял его в Орден Тамплиеров Бернс оказался очень полезен В поиске исследовательских древних артефактов В том числе Посох Александра Великого По слухам, этот предмет находится на территории Афганистана Когда первая Англо-Афганистанская война закончилась Бернс получил полномочию Выражать интересы британской короны А в 1838 году Был произведен В рыцаре королевской Виктории Ему удалось вышить во время восстания Когда погиб Уэн Бровдфуд Шестого Напавшие на него Поплатили за эту жизнью Шестеро напавшие Ну окей Так Ой, подождите А в игре всегда была зернистость? Или у меня экран такой просто? Нет, это зернистость Вот видите, я иду на зернистость Подождите А лампу срать Просто я вижу зернистость на экране Мне бы хотя бы кнопки посмотреть Солдат шотландского полка Шотландский солдат Свооружен мушкеткой И всегда готов вступить в бой Это опасные противники Приближающие к которым Надо с большой осторожностью От выстрелов из мушкетки Нельзя увернуться Можно лишь отбежать на безопасное расстояние Прежде чем совершить Быстрое убийство Или не отрилицевать шотландского солдата Его внимание Нужно отвлечь дымовой бомбой Почему? То есть я должен на него трачить дымовуху Чтобы его убить Натуре Ольмс Слиман Генерал-майор Сэр Уэльмс Генри Слиман Братский военный Занимавшийся высокий пост в Индии Магистр ордена тамплиеров Родился в Стротоне На территории Корнуэла В 1814 году Вступил в Бенгельскую армию А в 1820 году Решил Параллельно начать карьеру чиновника Следующие 15 лет Довольно быстро продвинулся по службе Слиман активно вел Поиски древних артефактов Которые хотел заполучить Орден тамплиеров В процессе ему удалось обнаружить Органические останки динозавров В долине Реки Нермады Находка не заинтересовала тамплиеров Зато принесла Слиману Известность в научных кругах Слиман также известен за то Что возглавил в Индии Борьбу с тугами В 1835-1839 года Он был уверен Что туги связаны с братством ассасинов Хотя и не мог это доказать В 1839 году Слиману было поручено занять пост Фрэнсия Котона Тот убит во время задания По устранению Махараджи Раджита Синха В Амристаре Слиман собрал данные О деятельности Котена Котона За последнее время И обнаружил весьма любопытные информации О неком Арбази мире А также о тайнике Связаны с первой цивилизацией Под зданием дворца Он узнал что под землей Прятана загадочная шкатулка И записки Где рассказано о предполагаемых возможностях Этого артефакта Но без помощи Котона Слиман не мог понять Как использовать эту информацию Ознакомившись с записями Об источнике силы И выяснив Что Арбаз Мир Возможно украл Кухенур Слиман как и его предшественники Решили обратить Самое Пристальное внимание На деятельность Ассасинов В Амристаре О еще документы мне дали Нихера себе Юный ассасин Приставка выполнил задание Сумел прокинуть В скрытую комнату Где я обнаружил Нечто похожее на карту И зашифрован Письмо с изображением Ага Мушкетон Мушкетон Ручной Дуэли Зарядное Огнестрельное оружие С Раструбом Используются Используются снаряды Крупного калибра Это Порохообразные Дорбовика Используют Блядь Активно использовались С Семнадцатого До Девятнадцатого Века Оружие наиболее Эффективны На большом расстоянии Когда выстрелы Обладают максимально Убойной силой С увеличением Дистанции Точно сильно снижается Как и любые Дульнозарядные Оружия Дистанция точно Снижается Как и любое Дульнозарядное Оружие Мушкет можно Зарядить Буквально всем Что подвернется Под руку Камнями Кусочками металла И даже Дерево Но Нередко Это приводит К Повреждению Ствола Та-та-та-та-та Принято считать Что Мушкет Излюбленное Оружие Бандитов Всех мастей Но Благодаря Небольшой Весу И удобству В обращении Его активно Используют В армии Как среди Сухопутных Так и среди Морских Вооружений Сил Я не хочу Тратить Дымовую Ради того Чтобы его Убить А подожди Это и есть Тражник Томплиер Осколки Посрать Сундуки У нас Три Походу Да Это Они Есть Хотя Походу Нет В Джайпуре Там Конечно Попроще Было Такая Жарища Что Никого На улице Повезло Я Сам Где Только Не Служил Воевал Ну Мне Не Его Надо Убить То Еще Бы Бывало Думал Что Уже Все Тише Да Гладь Вокруг Вот И Славно Значит Есть Возможность Многое Обдумать Что Именно Что То Случилось Просто Тут Явно Затевается Что То Серьезное Если Что То Пойдет Не Так У Нас Работы Будет Выше Крыши Что То Серьезное С Чего Ты Взял Заметил Как нам Приказ Отдают В последнее Время Туда Не Пускать Здесь Перекрыть Тут Проследить Майор Сам Не Свой Что То Явно Готовится Может Из-за Жары Плохо Ее Переносит Давно На Службе Несколько Лет Если В пекло Не Придется Лезть Скоро До Отставки Дотяну Планы Есть Какие Там Планы Я Уже Сыт По Горло Этой Беготней Поселился Бы За Городом И Все Жить На Что Платят Нам Так Что Особо Не Разгуляешься Если Гулять Как Ты Зато Я Умею Наслаждаться Жизнью Диалог Слушаем Диалог Все Давно На Службе Несколько Лет Если В Пекло Не Придется Лезть Скоро До Отставки Дотяну Планы Есть Так Вопрос Я Уже Сыт По Горло Этой Беготней Поселился За Городом И Все А Стоп Это Зажить На Что Сплатят Нам Так Что Особо Не Разгуляешься Это Херово Если Гулять Как Ты Зато Я Умею Наслаждаться Жизнью У Нас Такая Служба Что Каждый День Может Стать Последним А До Этого Ты Где Служил Ассасин Пейте Тревогу А Стоп 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 Как Он Не Заметил Как Он Не Заметил Тише Да Гладь Вокруг Вот И Славно Значит Есть Возможность Многое Обдумать Что Именно Что То Случилось Просто Тут Явно Затевается Что Что Это Было Тревога А А чё Что За Бред Подожди Почему Ну Типа Я его Отвлек Окей Замечаю Только Вначале Уже 12 минут Прошло Тише Да Гладь Вокруг Вот И Славно Значит Есть Возможность Многое Обдумать Вот Взять Его Подкрепление Как он Тогда Меня В тот Момент Не Услышал Мож Мне Потихмо Убить Его Просто Сейчас Попробуем А до Этого Ты Где Служил В Джайпуре Там Конечно Попроще Было Такая Жарища Что Никого На Улице Кто Куда Бейте Тревогу Ладно Я Тупой Сейчас Кое Что Мы Переделаем Немножко Вопрос Как Забирать Трупы Я Уже Не Помню А до Этого Ты Где Служил В Джайпуре Там Конечно Попроще Было Такая Жарища Что Ну Подними Тело Тревога Как тело Поднять Подожди Я нажимал Альт Он не Поднимал Тело Сука Херово Тишь Да гладь Вокруг Что Все Отлично Наверное Ветер Очень Испалился А В натуре Теперь Ты так Будешь Стоять А Ненормально Что Я Его Не Могу Убить Да Вы Хоните Алло Я Понял Это Такая Бредятина Какого Чёрта Я Должен Только Использовать Этот Сраный Ключ Ой Стоп Я Сундук Не Упустил Нет Ещё Нет Ладно Ладно Меня здесь точно Не пропустят Неплохо бы Замаскироваться Да Да Неплохо бы Устранить Да Я Понял Зачем Столько Вещей Мне Показывать Ух ты Моё Короче Мне предлагают Просто Перейти Через Врата Но Так же Я мог Просто Исследовать Местность Немного Дыма Меня Укроет У тебя Его Много Не думаю Кто это Взять Его Ау Взять Его Мне кажется Знаете Нужно Было тогда Сразу Дым Использовать На Первого Вот этого Мужчина С мушкеткой Блин Это Жестко Как-то Они Довольно Сильные Тогда Получается Имбовые Челики Так Тихо Давай Ты Наверное Отойдешь Чтоб Я В кусты Спрятался Так Дымовуха Тихо Так Ну пускай Тат Отойдет Я А Нет Подожди На него Только Дым Тратить Забыл Фух Так можно Делать Найс Мне нужно Слушать Каждое Движение Где Сейчас Происходит Игру Очень Сильно Усложнение Врать Попробовать Что ли Шакрам Запустить Есть Так Давай сначала Где мой Сундук Сундук Наверху И я могу Так пролезть Пла-пла-пла Вниз И смогу Спрыгнуть По факту Да Ага Еще Попробую Успеть Это все Сделать Ладно Так Подожди Заберем Вот так Все Шатры А Все-таки Они там Бесконечно Это нормально Отлично Осталось Всего Два Предмета На что Имелось Ввиду Ага Опустить Мост Два Предмета Или Что Подожди А я могу Убивать Которые Вот так Идут Могу Так Давай Чтобы меньше Шума Было Мы будем Прятать Тела Есть Достал Так Свиток Получен Ладно Сейчас Убьем Этого Челика И я Главное Чтоб он Сейчас На землю Не смотрел Если он Посмотрит Тогда Все Он меня Сметит Все Отлично Так Подальше Подальше Ладно Тут Положу База Данных Документики Свиток Шестой Арбас И Хамид Не могли Сойти Во мнении Когда я Речь шла Об отношении К Хамидже Арбас Был Уверен Что Это Прежде Всего Убийца А Конставник Наставник Считал Что Раджит Синг Последняя Надежда Индии В борьбе С Великобританией Хамид Прошел Ученику Любой Ценой Защитить Махараджи И Противодействовать Тамплиер Тамплиером Заполучить Кахенуру Не Входило В задание Ассасинов По слухам Камень был Проклят И Смертельно Опасен Для Юноши Прежде чем Уйти Арбас Выкинул Нем Но Немого Слугу Своего Наставника Разу Суру Ассасин Устало Жаль Его Хамид Был Был Очень Суров К Юноше Ну да Немого Челика Выкинуть Так Найдите Головной Убор Найдите Пояс А Как Притвориться Жителем Только что Его убил Да Откуда Он взялся Мужик С мушкеткой Это он Так Мне сюда И сюда Надо подняться И там Наверху Я не помню Как Рюк Использовать А Ну ладно Так тоже Да Можно Нельзя Я понял Опа Все Увидел Будет Обидно Конечно Если Меня Сейчас Посекут Ладно Буду рисковать Так Положи тело Подожди Его есть Один Остался Так Остался Головной Предмет Все Зачистка Выполнена Немного Дыма Меня Укроет Ну Дым Тебя Укроет Но А Подожди Все Еще Работает Лучше Так Делать Ну Тревогу Поднимут Разве Нет А ну Кайсла Лучше Так Сделать О Тихо Сюда Да Ладно Только не говорите Что заново Самого Два Есть Один Остался А Фух Ладно Так уж Быть Тех Чуваков Я Ставлю В Живых Немного Дыма Меня Укроет Что нахер Это дым Надо Так Так я просто Не пойму Как он Я увидел Я же Спрятался Ну Типа Ладно Ок Окей Два Есть Один Остался У меня Сюрикен Есть Так уж Быть Немного Дыма Меня Укроет Так уж Быть Что это Показалось Ладно Так уж Не буду Его Убивать О О О Ну какая нахуй тревога? Ну как, скажи, какая нахуй? Как он меня заметил? Ну как? Еще раз и ты труп! Ты не должен был вообще меня видеть. Зараза. Я хотел вообще-то по-тихому просто пожурчать, чтобы он ко мне пришел, да и все. Двух особо опасных тамплиеров я убил. Каких? Я их даже не вижу по пути. Я не вижу, кого я даже убиваю. Да вы о чем? А, я понял. Ладно. Так, это надо освободить. Так я на самом деле не понимаю, почему так жестко. Так, бронза, ну, нифига мне, не а незаметный. Понял. Пускай только жителей. Если что, сразу же запрем ворота. Ээээ... Эти колокола связаны. Если меня обнаружат, Хамида мне точно не спасти. Если стражник поднимут револ, Хамид уже не спасти. Каеф. Каеф. О, блядь, там кто-то дверь открыл. Уп. Тихо. Мы помним эту херь. Он охи заметит и все, тревогу понемет. Допустим, я сейчас прыгнул, хоп. Он меня заметит. Лучше не рисковать. Хотя здесь, по идее, он уже не должен был меня заметить. А, так меня... Подожди, меня же вообще не должны заметить, точняк. Кто-то щас тревогу как поднимут. Я уже близко, старина. Держись. Да да, старина, держись. Сундук до конца комнаты этой. Что это бы... А, не вступать вообще в бой мне нельзя? Лол. Просто красться. Ладно. Есть. Свиток 7. Арбас был уверен, что у Махараджа находится всего лишь копия алмаза. Ассасин решил защитить древний артефакт и забрать настоящий камень из сокровищницы, чтобы он не попал в руки тамплиеров. Когда юноша явился во дворец под видом последников из Кашемира, Арбас получил разе, зайти пасти Рама, хранитель сокровищ Синехма. Ясно? Больше новостей никаких нету. Как далеко ты идёшь? Почему? Хуху. Почему я в бой вообще не могу вступать? Здесь тупо сделано то, что я не могу выполнить задание. Вот, допустим, да, беленькая вот там. Типа, ну, окей. Но беленькая имеется, может быть, и сверху, беленькая по центру. Где? Кто? Повезло. Я сам где только не служил. Воевал? А. Еще бы. Бывало, думал, что уже всё, конец пришёл. Кто это? Гзак! Именно, именно тогда, когда я уже пролез. Ну, блин, нужно не забывать, что здесь триггеры срабатывают. Ладно, хотя бы не само заново. Не, мог бы, типа, убить их. По одному, по-тихому. Стоп. А какая разница? Я мог же сразу тогда и сюда залезть. А, ну, в принципе, ради сундука. Тихо, гладь вокруг. Хорошо. Значит, есть возможность. Многое обду. Эм. Эм. Хм. Как я должен был с тигром тогда делать? Тихо, гладь. А, ну, блин, там тигр просто просыпается, и я вот не в курсах, что мне делать тогда. Да, давайте убьем. Типа, тревога поднимется из-за того, что я перережу пару глоток? По факту, мне вообще нужно с правой стороны подниматься. Ой, колокольчик я не заметил. Ну, в принципе, да, правильно. Типа, мог по левой части стороне пройти, да и все. Как-то серия с ассасинами слишком много времени тратит. Первая серия у нас тоже вышла хер знает на сколько, а эта серия вышла хер знает на сколько. Пойди им... Фиг, ладно, знает. Я кружок! Восстановление кода. Код почти восстановлен. Возможны неполадки. Альт. А, ясно. Рад тебя видеть, друг. Спасибо, мой друг. Живучий же ты. Кто тебя схватил? Чего хотел? Это был майор Вильям Слиман. Он спрашивал про Кахенор. И он был не один. С ним был Александр Бернс. Может, слышал про него? Скорее, про его дела. Говорят, он многих из наших убил. Хорошо, хоть ты жив остался. Боюсь, хорошего мало тут, брат. Увы, Слиман забрал Кахенор. Ты потерял мой камешек? Готовится что-то серьезное, Арбаас. Они говорили про шкатулку. Хотят активировать ее с помощью камня. Подозреваю, что это шкатулка Этсо Аудиторе, которую братство упустило давным-давно. То есть, мне нужно вернуть и камешек, и шкатулку? Да. Отправляйся к их новой базе. Там ты найдешь их, и, возможно, вход в их некое тайное место. Обитель Притеч. Я думаю, что оно под зданием дворца. Любопытно. Тогда положись на меня. И будь осторожен, друг мой. Стоп. Это... Продолжение? Ну, чувак, ух, я уже все, да? Бля... Печаль. Ладно, минус задание. База Дана Ханимуса. Люди. Хамид. Хамид возглавлял индийское братство ассасинов в Амристаре. Во время захвата Кашмира Сикхой Империи в 18... в 1819 году Хамид сумел защитить юного жителя этого региона Арбаза Мира, который впоследствии стал его учеником. Арбаз был довольно своевременным ребенком и поначалу даже не верилось, что он действительно сможет стать ассасином. Но Хамид не мог допустить, чтобы этот смышленый, озорной мальчишка выбрал иной жизненный путь. Арбаз стал достойным продолжителем дела своего наставника, хотя юношеское безрассудство не покидало его долгие годы. Хамид не сразу решил поделиться с Арбазом своими знаниями о первой цивилизации, но в 1839 году ему пришлось задействовать ученика для выполнения сложнейшего задания, требования за получение записи, которые хранялись в строгой обители предтеч. До сих пор сильно не удавалось найти это место, но Арбаза с его поразительным проворством имел неплохие шансы на успех. Расчет определялся, расчет оправдался. Так, 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 юноша сумел добыть зашифрованную карту. Карту Хамид не смог разобраться в данные, все данные, но понял самое главное. В записи говорится, что алмаз Кахенур, что частица Эдема, это частица Эдема, необходимо для... Необходимо было заполучить алмаз, который хранился у самого Махараджи Ранджита Синка. Этот человек был виновен в гибели родных Арбаза, но оставался единственным, кто мог противостоять Великобритании и Тамплиерам. Хамид поручил Арбазу украсть легендарный камень. Так, документы. Там мне в документах еще что. Понимаете, просто, если я бы... Буду выполнять задания, там также будут даваться просто вот в такие вот. Приказ Тамплиеров, да, все какое-то такое. А я уже все... Я проебался. Шкатулка Эдсо. Таинственная шкатулка... Предтеча когда-то принадлежала Эдсо-Аудиторе, затем он передал ее Шао-Дзюнь из китайского братства Ассасинов, но девушка упустила ее. С тех пор шкатулка находится у Тамплиеров, и Ассасины не знали, где она. Я могу, типа, переиграть заново, но, блин, нам еще, в принципе... Ого-го, сколько идти дальше? Надо найти этого майора Слимана. Он недалеко. Ладно, давайте я потом переиграю. Ну, в этой серии, конечно, немножко попозже. Надо поговорить о мерах безопасности, сержант. Идите со мной. Вот и он. Посмотрим, куда он направится. Погоня, в смысле? Обязательно поставьте здесь часам их. Так, подожди, пока я не... А, блять. Что-то случилось? Я не об этом. Тут явно затевается что-то серьезное. Если что-то пойдет не так... Быстрее, Арбас, быстрее! Что-то серьезное? С чего ты взял? Заметил, как нам приказы отдают в последнее время? А я упустил Слимана Найс. Я виноват, что оно уцелится и хер знает, как тяжко. Вы знаете, как оно тяжело уцелится? Тут явно затевается что-то серьезное. Если что-то пойдет не так... Быстрее, Арбас, быстрее! Отпустись ты! Проследите, чтобы все хорошо выспались. Караульные должны быть максимально сосредоточены. Так, главное, не упускать ничего. Быстрее, Арбас! Эта сторона дворца уязвима. Надо проследить, чтобы по этим стенам никто не поднялся наверх. Так, пока отлично идем. Пока идем отлично. Куда он полетел? Кто его знает? Надо поторапливаться. Меня не интересует ваше оправдание, сержант. Я хочу, чтобы вы это сделали. А, то есть... Черт, ладно. Быстрее, Арбас! Все? Охранять вход любой ценой. Вокруг бродят ассасины. Рано или поздно они найдут это место. Так что... Всем быть начеку. Приказано убедиться, что никто не войдет. Следите за рукоятью и охраняйте вход любой ценой. Так точно. Е-мое... Поехали. Сундук снизу. Наверху цель, которая... Хотя, смысл мне цели сейчас уничтожать. Похоже на вход вольт. Че, бля? Это че сейчас было? Вход в обитель Предтеч. Нужно вернуть рукоять на место. А, нифига себе. Нифига себе они тут намудрили. Есть. Свиток восьмой. Арбузу было позволено явиться на пир, где его лично предвесывал сэр Уэм Хэй Монкаген, помощник графа Окленда, британская генерала губернатора в Индии и генерал Фрэнкис Котон. Арбуз увидел, что генерал носит знак отличия от амплиеров, а тут разглядел в движении юноши сноровку, которым может обладать только ассасин. Абраз уверил Котона в том, что не ищет повода для конфликта. Напротив, у него также есть причина желать смерти Синкха. Так, давайте немножечко, что мне вообще сделать надо. Тише да гладь вокруг. Хорошо. Значит, есть возможность многое обдумать. Что именно? Что-то случилось? Просто тут явно затевается что-то серьезное. Если пойдет что-то не так, у нас работа будет выше крыши. Клевать. Смотри, чтобы до рукояти никто не добрался. Да, сэр. Защитим любой ценой. Где моя рукоять? Что-то серьезное? С чего ты взял? Заметил, как нам приказы отдают в последнее время, а? Туда не пускать. Здесь перекрыть. Тут проследить. Майор сам не свой. Может из-за жары плохо ее переносит. Окей. Окей. А. Он тут один все-таки. Туда! Да ты нахуй ты это сделал? Он не успел, да, поднять? Что дальше? Ну блин, ну... Я упустил, я понимаю. Так, рукоятку мы сделали или что? А, точно. Я просто немножечко не пойму, где моя рукоять. Пизду. А вот это мой чувак? Не, он с дисками. Я не пойму, как... Короче, ждите, пока я колесо запущу. Это чувство, когда я вспомнил, что тут еще есть вентиль. Да. А, елки-палки. Ладно. Какой тихо. Назовись, взять его! Ну за что? Какая жесть. Короче, ждите, я вентиль прокручу, и все будет нормально. Пипец, я не знаю, с какой попытки, но я это и сделал. И, наконец, я сюда добрался. Стоп. Это все ради окна? В смысле, блядь? Я столько промучился, чтобы... В окно? Нахер это мне. Жить на что? Платят нам так, что особо не разгуляешься. Конечно, если гулять, как ты. Зато я умею наслаждаться жизнью. У нас такая служба, что каждый день может... Подожди, то есть... О, да. Ассасин! Посрать, мне уже посрать. То есть, у тебя, да, было все это время? Нет. У этого кунаи. Вот так. Стоп, а у кого ручка? Где е... Ручка, где ручка? Если бы вы знали, сколько я уже поубивал... Я всех почти убил, кроме... Которые по центру ходят. Ладно, давайте полностью всех-всех убьем. О, даже так можно нифига себе. Так, рукоять у меня. Пора вход открывать. То есть, все время рукоять была у этого чела. Давно на службе? Понимаю. Несколько лет. Чисто понимаю. Я, который искал рукоять, хер знает сколько времени. Ну да, бронзи. Это должно быть ассасин! Ага. Ружье Пакла. Изобретение британского оружейника Джеймса Пакла. Жившего в 18 веке. Это кремное одноствольное оружие. На треножной подставке. По принципу, работу напоминает револьер. Обладает неплохой скорострельностью, но требует частой перезарядки. Короче, микропулемет... Огонь! Здорово времени. А куда мне бежать нужно было? Черт. Я, который ни хера не понял, куда пулять этот пулемет. Да уж. Ну ладно, хотя бы все сумки собрал. Ладно, давайте на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok